Известный блогер, ну скажем, известный в конспоративных кругах, да, конспирологи, так называемые есть, или альтернативщики. Вот он Алексей Кунгуров, он очень известный альтернативщик по истории, и я посмотрела его видео. Я сегодня видео это отдельно записала, я ходила гулять, и я сделала запись. О чем будет видео? Он говорит, призывает, что после этого теракта в Крокусе, он призывает всех вооружить. Давайте, говорит, раздадим оружие людям, или, ну, не раздадим, а разрешим покупать оружие, чтобы у людей было дома оружие. Он приводит, как пример, что у чеченцев у многих есть оружие на дому, и вот израильская армия, которая тоже, они с оружием ходят, и домой ходят с оружием, и дома у них стоит оружие. И я рассказала там о том, что я с этим не согласна, потому что прожив в Америке, и не просто в Америке, а в Техасе, где оружие у всех просто завалилось выше крыши, действительно, в среднем по три ствола на человека в США, по статистике, но есть семьи американские, которые приходили, у них оружие вот так стенами, вот от пола до потолка, вот так они висят в горизонтальном виде, какое хочешь, а у людей в сарае, у них там просто ящики этих патронов и так далее. Но теракты, как проводились в США, так и проводятся. Я была лично участником, когда у нас в магазине, в торговом центре, где я покупала подарки папе своему, начался террористический акт, началась стрельба. Нам повезло, нас там всех выгнали, я, честно говоря, я просто в шоком состоянии была, потому что не знаю, что делать, вот какое-то время ты стоишь, просто цепенившись, не знаешь вообще, куда бежать, в какую сторону, что делать, но я там подробно рассказала в этом видео, которое выйдет. Но я хочу сказать, что того, что оружие у всех в Америке, оно не помогло. Убили 15 человек, это прямо в соседний магазин возле меня, я была вот в левом крыле, а стрельба была вправо, нас всех, конечно, выгнали. Я вышла, там уже оцепление, там уже полицейские, сирены мигают, я потом час не могла выехать с парковки этого торгового центра, сколько там было полиции. Но, тем не менее, 15 человек убили в соседнем, ну, то есть приехал, пришел мексиканец какой-то с автоматом, даром, что у всех вроде как есть оружие, но у женщин не будет. Женщины, которые ходили там, покупали себе помаду и духи, они были без оружия, и хотя вооруженная охрана есть на территории этого центра, пока эти полицейские подбежали, он с автоматом уже умудрился 15 человек расстрелять. Вот, но его тоже убили. Мотивы непонятны, чего, зачем, ничего непонятно, для чего. Вот, потом школу летом, школу летом в Техасе, школу расстреляли, больше 20 детей погибло в школе. Как он туда попал? Там у них и рамки, и двери блокируются, и охрана есть, все. Но он в задней двери, я думаю, что изнутри кто-то помог, оставили заднюю дверь открытой, он якобы случайно, кто-то вышел из учителей, и случайно они закрыли дверь, и он в эту дверь попал. Нет, он подъехал прямо туда, к задней двери, дверь эта была специально открыта. То есть, когда ребята планируют теракт, они все равно его спланируют, они его все равно организуют и сделают. Есть охрана? Нет охраны? Я, конечно, за то, чтобы у охранников было оружие. Но, опять-таки, они бы тогда не пошли, вот эти террористы, в кругу центрального входа, если бы они знали, что там охранники стоят с оружием. Им бы кто-нибудь из внутреннего обеспечения, кто-нибудь из работников, открыл бы двери сзади. Им бы открыли двери там где-то на парковке, им бы занесли бы этот автомат частями, потом там бы кто-то в туалете сложил его. Если запланирован теракт, они его проведут. Я вот это видео, которое я выставлю сегодня попозже, насчет теракта в Лас-Вегасе, там 50 человек застрелили. Это было во время Трампа, где-то 19 или 18 год был террорист. Он вообще, он расстрелял людей с отеля, которые рядом стоящий отель, там выбил стекла. Опять-таки, я не верю, что это был один. Кто-то ему сказал это сделать, человек был под какими-то, видимо, психотропными средствами, потому что никакой цели не было, никакой заявленной бумаги или манифеста какого-то, или требований не было. Люди пришли на концерт, и он их расстрелял из окон, сверху расстрелял концерт, был внизу. Он убил 50 человек. И даром, что там была охрана, и охрана была с автоматами, охранники стояли на входе на концерт, а этот преступник их расстрелял из отеля вниз. И до сих пор никто не узнал, что была за причина. Он вообще был какой-то бухгалтер, какой-то нормальный человек, какой-то не экстремист, ничего, с семьей. Какой-то прекрасный день он собрался, приехал из Лас-Вегаса и убил 50 человек на концерте. Скорее всего, что у них что-то там, знаете, может даже под гипнозом. Может даже под гипнозом. Я не думаю, потому что этот бухгалтер с семьей, не отличавшийся никаким совершенно странным поведением, какого черта он пошел в Лас-Вегас убивать людей, непонятно. И вот это сейчас они пытаются приплести. Вот я сейчас включила, ребята, этот Ютуб на 5 минут. За 5 минут я уже увидела. Это Путин, это ФСБ. Это ФСБ. Ну, объясните, зачем ФСБ? Вот для чего? Хорошо, вот вы, говорят, сидите, это Ливацкие эти каналы, Голос Америки и так далее. Сигэт рассказывает, что это ФСБ это сделало. Дайте мне идею, для чего это делало ФСБ. Что, какая причина? А, это чтобы мобилизацию. А что, если Путин сейчас скажет нам, надо мобилизацию поднять, они не будут мобилизировать, надо обязательно устроить теракт для этого? Мне непонятно. Америка там орет этот самый ИГИЛ, Путина предупреждали, он не сделал. Вот это, знаете, вот это туда-сюда. А насчет вот этого оружия, я сделала очень подробное видео с многими примерами, я это выдам. Ничего не поможет. Если спланированный теракт, есть оружие у полицейских, нет оружия у людей. Допустим, во-первых, на концерт, если бы у людей были даже пистолеты, как вот этот Алексей Кунгуров предлагает. Если бы даже на концерт они пошли с пистолетами, их бы не пустили через рамки. И на концерт вы не можете принести оружие. То есть, соответственно, даже если у вас куплены пистолеты, то есть есть, допустим, разрешение в стране, например, России разрешат покупать оружие. Вы его купили, вы все равно не попадете на концерт с таким оружием. А даже если вы попали на концерт с пистолетом, пришли люди с автоматами, они вас все равно расстреляют. В общем, ничем это хорошим не закончится. В общем, ребятки, на этом стрим закончен. Ничего больше, ну, по поводу самого теракта. У меня был стрим 2,5 часа в эту ночь, когда это все произошло. Посмотрите на канале, если вы не видели. Там было освещение в прямом эфире. Москва 24. Я стримила. Смотрели новости на Телеграме. В Телеграме и новости в Твиттере. Все последние новости освещались. Был стрим почти 3,5 часа. До 2 ночи, до 2.30 утра я стримила. Там, как бы, я уже ничего добавлять не буду. Там все было сказано. Вот, интервью Сахара мы посмотрели. Как бы, немножко разочаровало меня интервью. Ну, вы, по крайней мере, узнали, кто такой Джексон Хинкс. И в дальнейшем уже будете знать, если будут другие какие-то видео с ним. Вы будете знать, кто он такой, да. Вот. А конспирологии самой по поводу Крокуса. Да, вот еще, кстати, я хотела сказать. Вот тут сейчас вышла новая, это, по поводу конспирологии. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вчера как раз... Конспирологии хватает, да. ...погибших. Сейчас я вам покажу. Тут была очень странная песня. Сопопополучный пикник. Для телефона. Зайдите ко мне на телеканал. На телеканал, смотрите, посмотрите. Там была странная очень песня о группе Пикник. И была очень странная, которую буквально 10 дней назад они выпустили. Вот такая была обложка этой песни. Очень странная. Сам день, в который произошел вот этот теракт, он совпадает один в один с днем в этой, в Зимней Вишне. Потом, значит, на самом концерте, кстати, ну вот посмотрите, там конспирологически очень интересно много моментов. Вот. Сама песня, давайте даже я вам сейчас ее покажу. Очень клип, очень странный у этой группы Пикник, который вышел. И слова странные, а сам клип вообще странный. Сейчас. Вот последний клип этот, который вот вышел. Я сама посмотрела. Я, честно говоря, была в шоке. Так, сейчас я вам покажу. Я выставила на YouTube-канале тоже. Если я не ошибаюсь, вот это она. Ну, не палы. Ну, это не... Там есть клип. Там есть клип. Там есть... Нет, в Телеграме можете посмотреть. Там в виде мультипликации сделано. И... Очень загадочный такой. Прямо... Я не знаю, почему... Этот... Пикник... Ничего, не бойся. Сейчас я, может, найду его. Почему-то у них на самой группе нету. Клип. Не вот этот клип, а вот... Вот, вот, нашла. Смотрите. Очень странные, странные. И все вы там... То есть, вы сразу видите, что огонь, да? То есть, вот какая-то птица, типа феникса. И крылья у нее этой птицы в огне. Смотрите. Этот... Этот... Этот клип, этот группе пикник, вышел 10 дней назад. Вот, точнее, 10 дней до того, как началось вот это... Ну, события в Крокусе. Ну, ты уже не ребенок розовый. Ты прошел джемалуму, не пало тебе. Но никто, но никто, никто еще просто, еще не сказал тебе. Как это понять? Ничего не бойся. Утром кровью своей умойся. И тут какие-то странные огненные такие, как бы заставка на заднем фоне. Огоняю, звенящую тень. Утром кровью своей умойся. И стригни расцветающий день. Ты еще не ломой отрезанный. Хоть с утра не всегда и резовый. И ничем особо не жертвуя. И ничем особо не порезагуя. Ты еще на коне. Слова, слышите, да? Особо ничем особо не жертвую. И особо я ничем не брезгую. И в расцвете зла, все мечтаешь о жизни новой. Не боишься рукою коснуться дна. Но никто, никто не сказал тебе снова. Ничего, ничего не бойся. Как вам такое, да? Вот это вот весь огонь на заднем фоне. То есть это песня вот этой группы, да, пикник. Очень какая-то странная. С учетом того, что предыдущих песен особо такого не было. Ни слов таких, ни видео такого ряда не было, как в этой песне. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 в России. Вот. И я здесь много выставила на эту тему, на тему конспирологии. Много. Вот смотрите, вот так выглядят у них вот эти обложки их, этих самых. То есть, сама группа какая-то странная, понимаете? Вот эта группа, она странная. Вот. Смотрите, у этого пикника. Вот так вот у них обложки. Это реально сатанинские символы. Секово разного рода. Вот это Баала, Сатаны и так далее. Вот опять какой-то странный у них. Тут еще многие задаются вопрос что означает их знак. Видите? Потом вот такая была группа, вот такой у них был этот обложка. Тут какой-то смерть какая. Тут какая-то гулая женщина с какой-то смертью с самоном, да? Тут тут какой-то глаз. Тут какая-то пирамида на голове. Тут какая-то женщина со странным тоже. Пальцы как-то сделаны сатанистские символы какие-то. Очень загадочная сама группа, понимаете? Почему вот этот вот символ их какой-то странный на котором они видео делают для своих видео? Жертвоприношение. Вы видели? Называется Жертвоприношение. это их клип с этой группой. Вы посмотрите в Килиграмме. Ну вот этот вот их лидер, да, этой группы, вот этот вот товарищ, он еврей. какой-то очень загадочный какой-то. В общем, тут телеграмме, поройтесь, меня видеть, что будет медленно грузиться. Тут было вот много несостыковок. Какая-то стоит машина полицейская перед входом, когда выходят эти самые, ну эти вот момент начала нападения. Террористы убегают из машины. Что это за шаланда с синей полосой стоит рядышком? То есть это полицейская машина стоит, они выбежали из машины и побежали стрелять, да. А тут есть еще, что человек ходит, смотрите, в желтой куртке. Что он ходит? Слушай, стрельбает вот, да. А вот этот человек такой, настречу его. Как это так? Якобы стрельба, все прячутся. Вот такой нормальный чувак просто ходит, настреляет. Очень-очень странно. Ну народ это тут же говорит, какой-то Голливуд, ну я не знаю, не Голливуд, не Голливуд, но не странно ли поведение, что тут, значит, прячутся, да, за колонну, гляньте, вот они берут столики, пытаются за колонну спрятаться, и какой-то чувак просто говорит, ну вот, как будто случайно попал. Ну, просто случайно попал. Да. Еще, знаете, я, конечно, тут разные, ну, очень много теорий и конспирологических, и, это Голливуд, и съемки, и еще что-то. Вот потом тоже, тут какой-то, глядите, идет мужик, вот началась стрельба, да, началась стрельба. Вот мужик с собакой, вот, что он, почему он тут, что он тут делает? Вот смотрите, вот, все бегут, и спокойно мужик идет с овчаркой, и он, значит, военной, вот он, вот он, одет в этот, военный, охранник, 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 с бабушей, все бегут, а он спокойно, вот он, а он спокойно, с овчаркой идет туда, вообще не дорогая, ничего не понятно. Вот вы как, как вы это объясните, да? То есть за вами бегут люди, убегают, если ты в костюме охраны, ты охранник, ты с овчаркой, ну, ты либо овчарку уже отпустил бы, там, на этих, либо ты начал бы звонить, либо ты уже бежать к миске со всеми, этот в желтой куртке идет, совершенно спокойно, куда-то, этот в овчарке, да? Это тоже пишут люди, да? Итак, у меня все еще вопрос, первые минуты теракта, вот этот, кто на хэ, такой, со служебной собакой, не хотите ли людей просветить? Мне лично очень интересует эту историю послушать, мне тоже интересно. Вот, в общем, вы, короче говоря, ну, если кому интересуют конспиративные моменты, то идите посмотри на канале, мы все, я все версии выкладываю, то есть, если мне попадается где-то какая-то интересная такая, ну, а вот тут, значит, смотрите, мир позабыл о трагедии Нортоста, но скоро будет вынужден вспомнить, значит, видите, этот пост был опубликован 9 марта, 9 марта, канал называется Сатоши Биткоин, Сатоши Биткоинов, он 8 марта выставляет вот такую фотографию, красные шторы, бархатные, красные бархатные шторы, у себя на канале, ссылка у меня в телеграм-канале, и он пишет, 8 марта, пишет, мир позабыл о трагедии Нортоста, но скоро будет вынужден вспомнить опять, вот что, как вы, как вы отнесетесь к этому, то есть, человек, который занимается криптовалютой, Сатоши Биткоинович, да, Биткоинов, 9 марта, выставляет, и тут пишут очень много людей, которые выжили, что у них в этот день, у кого-то машина 3 раза сломалась, это тоже на телеграм-канале есть, у кого-то сломалась машина, на 3 раза, мужик говорит, я не мог вообще ничего сделать, машина просто ломалась, 3 раза подряд, и в конце концов уже ехал он на концерт, у него колесо спустило, и он опоздал, у одной подруги билет перед носом, купили последний билет, она не смогла купить билет, с подругой была, подруга пошла, и она пропала, а на сих пор найти ее не могут, тут вопросы задают, да, какие-то странные, что, почему они уехали 400 километров, на территории Брянской области, только были задержаны, ничего не понятно, в общем, какие-то, много вопросов задаются, еще мне одному непонятно, зачем рубли на Украине, если ему дали 500 тысяч рублей, зачем рубли на Украине, ребята, я извиняюсь, конечно, дико, я не планировала вообще на эту тему, сегодня разговорить, я думала, мы интервью посмотрим, и все, почему машину не поменяли, а может на машине совсем другие уехали, я тоже про это думала, не похожи какие-то джики, на тех, на тех хладнокровных, которые были там, и те кричали, вот это вот видео, которое, которое выставил ИГИЛ, да, там они кричали по-арабски, если они кричали по-арабски, а эти таджики, они могут по-арабски что-то сказать, да, а может на машине совсем другие уехали, исполнители сосредоточились среди граждан, про рубли-то уже непонятно, у меня вообще не сходятся эти дрожащие на коленях ублюдки, кадры из Крокуса, они такие мерзкие, жалкие на последних видео, Коффман пишет, что реальные спецы ушли, а взяли в тупых исполнителей, ну, может, знаете, угрожали им, ну, вот эти вот, ну, реальные, да, может, сказали, мы там убьем ваших детей, убьем вашу там семью, если вы не исполните этот акт, то что они, да, а может вот психотропными какими-то, накололи там непонятно чем, или там гипнозом каким-то, они пошли, взяли на себя все, но я не думаю, что это они же, никаких сомнений, колебаний, расстреливать безоружных, абсолютно гражданских лиц, не каждый профессиональный военный с таким готов справиться, встретиться, что-то здесь не состыкуется с образом случайно найденных дикарей, американцы посмотрели видео, я смотрела в твиттере, они говорят, прямо как они вышли из машины, как они сразу скинули оружие, вот так вот, правильное положение оружия, плеча, как прицел идет к глазу, и позиции военные, вот так они пошли сразу уже к зданию, то есть они говорят, это не мог обычный человек, это ты уже, выправка прям военная была видна у них, за 20 минут полжизни людей положить, разгрузки, камуфляж, кадры нападения, какие-то пастухи, и они вполне профессионально охрану перебили, плюс перестроение их гляньте, вот это американцы тоже заметили, ребята, что подозрительно у них была очень военная выправка, и по-военному они двигались, вот, дальше, вот то же самое, не бросить машину, не переодеться, не залечь на дно где-нибудь, переждать, не поехать вообще в другую сторону, а поехать шестером в этой же белой машине, именно по одной из тех дорог, которые явно будут прочувствовать в первую очередь, не кажется ли вам, что по эффектности этого теракта, слишком большой успех, слишком страшное количество жертв, разрушений для просто наспех подготовленных, шешки, шлачников, еще знаете, что пишут, что, наверное, они все-таки даже не доделали до конца, наверное, они все-таки планировали, что двери будут вообще закрыты, люди выйти не смогут, но я видела видео, и у меня на канале, вот на телеграме, есть, как люди двери этим топором выбивали изнутри, вы видели, топор был, знаете, какой, вот этот вот, который для окон разбивать, противопожарные, там такие вот есть коробки, в них стоит обычно огнетушитель, и такой вот топор лежит для выбивания, то есть люди спустились вниз, а выйти не могли, двери были закрыты, опять-таки, как они могли, кто их закрыл, изнутри, значит, не закроешь, значит, снаружи были закрыты, и они вот взяли этот топор, мужики там наши, и они вот так топором били, а двери стальные, они выбили, то есть ходят разговоры такие тоже, да, что планировано, чтобы было больше будет жертв, что они вообще умудрятся закрыть всех людей, ну, в этих, в этом зале, и в этом, чтобы никто даже не смог выйти, и там все, перед это самое, ну, погибнут, ну, вот там есть случай, что один парень, прыгнул на одного из них, и прикладом его ударил, и много людей уж успело уйти, кто-то успел вот какими-то топорами выбить двери, в общем, наверное, ну, у них даже, наверное, они ожидали, наверное, что больше даже людей будет погибнуть, их тоже говорят, некоторые говорили, что 20 было, есть видео, где свидетели, вот это вот, когда я стримила ту ночь, на Москве 24, там были свидетели, которые говорили, что было более 20 человек, которые нападали, то есть стрельба была с разных сторон, и я знаю, что было более 20 человек, опять-таки, сколько бензина они принесли, одним, извините, коктейлем молотого, не сожжешь целый зал, и сигнализация, которая противопожарная, как только дым начинается, как только дым начинается, должна вода начать литься с потолка, она запалилась, насколько я поняла, на первом этаже была вода, потому что показывали, как приехал Быстрейкин, и Быстрейкин идет, и там вода в коридоре, я говорю, я стримила всю ночь, вот там все, кто приезжали, любые части, все, вот один в один, вот так вот, все журналисты там были, освещали, я смотрела всю ночь, когда приехал Быстрейкин, он зашел в помещение, показано, что там, знаете, прям такая вот грязь, и мокро все, и он еще говорит, что вода была, говорит, сработала сигнализация, они говорят, да, сработала брызгалка, да, брызгалка сработала на первом этаже, а в зале концертном, где-то подожгли, не сработало, иначе бы пожар бы так не разгорелся, вода бы с потолков пошла, и мне говорят, ну, не всегда срабатывает, вы знаете, ребята, неправда, у меня, ну, в Америке в доме, я дом сама строила, по технологии была положена вот эта сигнализация противодымная, вот блин, забыла повернуть, дожарила блины, не перевернула блин вовремя, поднимается небольшой дым, у меня весь дом поднимается, ну, у меня вода не стояла, чтобы вода это шила, но у меня сигнализация срабатывает, орет весь дом, а я, например, ну, блин налила, а тут собака попросилась на улицу, я пока пошла, открыла дверь, собачка выбежала, я там еще залюбовалась солнышком, и запылась этот блин, и у меня тут начинает дом, весь дом, два этажа начинает орать, просто уши можно, на всю улицу, на всю улицу орет дом, это у меня от блина пошел просто дым, я бегом вниз, в сковородку с блином на улицу, это у меня там бассейн такой, на заднем был бассейн, и вокруг него такой вот, ну, бетоном все делали, я эту сковородку на улицу, двери все открыла, только тогда сигнализация заткнулась, вот так пока дым, уровень дыма не спадет, она не замолчит, и почему не пошла вода, вот для меня это было самое первое, когда я не поняла, ну, допустим, даже если они бросили этот коктейль молотого, пусть даже там занавеска загорелась, сразу достаточно дыма, достаточно, если от блина, двухэтажный дом у меня весь визжит на всю улицу, то от запаха дыма уже там горящих сидений, занавесок на сцене, уже бы пошла, ну, тушение бы было, я вам говорю, я верю, конечно, что это террористы, но я думаю, что у них были внутренние помощники, среди вот обслуживающего персонала, то есть кто там работал, может среди охраны, может среди, ну, кого-то, там были какие-то помощники, которые, во-первых, заранее двери, многие двери заблокировали, изнутри или снаружи, они, наверное, могли им как-то пройти, говорят, что заходили с нескольких сторон, то есть нам показывают только передний, да, вход, а задний, как бы, с других же входов, как они зашли с других входов, нам не показывают, а они могли быть. Потом, сколько видеокамер, мы еще не видели, ни одного кадра, ни одного кадра с видеокамеры, мы только видим от людей, то есть все видео, какие мы только получили, это видео от людей, то есть либо люди на телефон снимали, либо вот машина регистратора, то есть едет женщина, у нее регистратор показал, что с белого рену выскакивают люди, которые одеты по-военному, и они сразу военной походкой с правильным положением автомата, правильным положением, правильно у них ноги стоят, все правильно, они идут, идут стрелять. Это регистратор женщины с машины, где хоть одна съемка с видеокамеры, что не работали видеокамеры, почему, говорят, не приехали так долго, ну, службы, как они называются, ну, службы вот эти вот, безопасности, да, почему так долго не приехали, я вчера смотрела видео одно, там товарищ, один, говорит, мужик, он тоже, кстати, таджик, он говорит, я там работал несколько лет раньше, кстати, работал в охране, и он говорит, что у нас там ОМОН, станция ОМОНа прямо, вот через дорогу от нас, станция ОМОНа, вот, то, что они там, ну, безоружие, им говорят, ну, мы так проверяли, там ранки, там, то есть, я понимаю, допустим, даже не поставили дополнительную охрану, фиг с ним, все равно, то, что не исключила сигнализация, то, что не приехали быстро, ни пожарные, ни спецслужбы, то, что до сих пор мы не видим ни одного видео, хотя там весь этот зал напичкан видеокамерами, мы не видим, мы только видим съемки от людей, да, то есть, очень много вопросов каких-то, вот эта машина, с машиной вообще непонятно, я согласна, что непонятно, они выглядят, как будто вчера еще овец спасли, не похожи ни на идейных, ни на тренированных, цель какая, если это делает ИГИЛ, они обычно выдвигают список, там, целей, выведите войска из Сирии, выведите войска из Чечни, выведите, там, заложника, ничего, то есть, это с ИГИЛом, эта тема, это вообще, это вообще, это ни к чему, запугать Путина, сказать ему, что если ты не станешь переговариваться с нами, делать, как мы тебе скажем, по поводу Украины, мы начнем устраивать теракты у тебя, вот это, я считаю, более правдоподобное, и скомпрометировать тут же, потому что левацкие каналы, всякие навальняты, они вылезли, они говорят, это вообще ФСБ сработало, чтобы Путин, значит, заставил вторую волну мобилизации делать, да, то есть, это бред, если Путину надо вторую волну мобилизации делать, он объявит ее и сделает, вообще не надо даже для этого делать теракты, что за бред, даже еще, более того, я скажу, вот что я против этих левацких, вот этих тем, вот эти левые навальнистые, у них вообще мозгов, вот полмозги нету, полпроцента нету мозгов, зачем ему делать теракт, Путину лично делать теракт, допустим, в Москве, когда вон Белгород, разбомбили Белгород, да, можно было сказать, ребята, смотрите, уже бомбят Белгород, или вот раз, там, беспилотник прилетел, там, куда-нибудь в Ленинград, в Питер, или еще куда-то, глядите, уже на нашей территории идут военные действия, давайте объявлять мобилизацию, не надо для этого, вот это устраивать, это вообще не сходится, я вам говорю, тут давление на Путина, я думаю, со стороны вот этих сатанистов, со стороны вот этого глобального правительства, этого Дипстейт, которыми руководят вот эти вот зионистские, хазарские всякие мафии, вот, сидей на иудейскими корнями, и в этот день был вот этот иудейский праздник очередной, в этот же день в зимней вишне был теракт, там тоже люди не могли выйти, и говорить, что виноватые службы, они не приняли здание, а почему вы думаете, что там не было людей, которые закрыли эти двери, что там были люди, которые специально этот теракт устраивали, и они закрыли эти двери специально, почему надо говорить, что ой, это разгильдяйство, они там двери, тут тоже, тут тоже были закрыты двери в Крокусе, значит, там кто-то их закрыл, вы понимаете, я не верю, что ни разу не проходила служба какой-нибудь проверки, чтобы они, уже зная после зимней вишни, что обязательно нужно двери проверять, чтобы они не проверили, эти двери кто-то закрыл, я вам говорю, я считаю, что это устроено для целью запугивания именно Путина, как было с Нуртостом, как было в Чечне, типа того, что ты не соглашаешься делать, как мы хотим, раскачать дело Навального перед выборами не получилось, Путина все равно выбрали, поддержку он получил, а давайте мы теперь покажем тебе, что мы можем устраивать такие теракты каждый день, вот мы будем устраивать тебе по России такие теракты, это тебе для разминки, а потом мы тебе покажем, что мы можем такие теракты устраивать все время, и ты должен для нас делать то-то, например, откажись от Одессы, например, откажись там, отведи войска, может там по деньгам какие-то, мы же не знаем, какие они условия, они могут выдавать, какие угодно, Но я вам говорю, это все, все это вместе, вот это глобальное, хазарско-еврейское, вот это вот здесь сионистское правительство с вот этими ихними жертвоприношениями, очень странные вот эти все группы пикник, вот эти странные жертвоприношения какие-то, фильмы, мультики, песни, очень все какое-то очень странное. Дальше смотрим. Что еще не укладывается? Отъезд и попытка бегства на той же самой машине, причем очень приметной, на которой они приехали до совершения убийства, да, тоже, я согласна, это не складывается. Тут Нуланд, но это нам не важно, тут она там тоже говорит, что мы, вот, Нуланд говорит, сейчас я не знаю, что будет на русском, она говорит здесь, что вот это опять-таки обложка, да, очень странная, Крокусити, Крокусити, трезвый взгляд. Странности, странная обложка, странная группа пикник, солист группы еврей, со странной какой-то фамилией, очень какой-то странный. Дальше вот Боня в Крокуси, выкладываете видео-стори, смотрите все прямым текстом, разбор теракта профессиональных военных. Тут тоже хорошее, кстати, видео, они тут очень поднимают интересные вопросы, профессиональные военные. То есть, мы прекрасно знаем, да, что ИГИЛ создан был в США, да, то, что как бы... Центральным руководительным управлением. Абсолютно верно, то есть, я думаю, что в любой дестабилизации нашей страны уши надо искать в Ленгли, штат Виржиния, там сидят ребята, которые просто за любую такую печальную ситуацию в России, которая посеет в русских страх, и начнет какое-то дробление в обществе. Так они внедряют везде по миру этот фашизм, о чем мы говорили вот сейчас, да, они внедряют это. У нас даже сейчас общество поделилось на тех, кто защищает как бы мигрантов, и на тех, кто говорит, увезите их всех нахер, потому что они такие вещи творят, понимаешь? Ну, разделяй властвы, сейчас общество поделилось. А я думаю, что там и Навальнисты были, блин, Лили. Потому что вот это, я говорю, я думаю, что там и фанаты Навального были, из боевых ячеек, которые готовили, те же самые ЦРУшники, МИШ-6. Конечно, конечно. Мы же с тобой, помнишь, обсуждали, да, как готовят ботов-системы, как их готовят, к чему их готовят. Вот просто включают, а... В 92-м году, Аллан, в 92-м, вовчики, так называемые, исламские фундаменталисты, которые там страшные вещи делали. И главный вопрос сейчас, что делает наша страна вот с очень ценными иностранными специалистами? Они-то, знаешь... Да, показали сегодня, Саш. Сегодня же показали уже. Вот эта отрезанная уха показала, что государство устало, блин. И даже если вот эти фигуры были фигурами отвлечения, я так понимаю, что будут сейчас раскатывать по полной. Это как бы... Один из вариантов спокойно работать по основному направлению. Вот этот уже есть вариант запасной, где четыре... Потому что парни с центра специального назначения отрезали этому гандону только ухо, говорит о том, что пацаны на высоком самоконтроле. И я думаю, я бы отрезал... Вот я согласна с этим вот Максимом Шевцовым, да, что он говорит вот этих вот... Которых забрали, ну вот этих таджиков, да. То есть это просто, чтобы успокоить общество, я думаю, что общество успокойтесь. Вот мы их уже поймали. Но я с ним согласна, что это чисто для успокоения общества. А на самом деле будут уже искать, чьи уши торчат с этого всего. И там, если это ЦРУ, то ЦРУ, вы понимаете, ЦРУ полностью контролируется МОСАДом. То есть ЦРУ это организация... Это организация Израиля, скажем так, да. То есть Израиль, там все евреи, там одна-то еврейская мафия контролирует полностью всем. И деньгами контролируется Федерального резервного фонда. Этот создал этот Алан Даллас, это тоже еврей. В общем, это глобальное правительство, это банкиры вот эти вот, глобалисты. Сатанисты. Вот это кто? Это стоит с ними Сатанисты. Вот. И тут ребята, вот они говорят, что много не схожих моментов, которые не сходятся. Да, вот сейчас еще секундочку. Ну, не шумоголовый, как нам пытаются, как бы, показать этим таджикам, что они, как бы, профессионалы, да, если взяли. То есть, если есть основная группа удара, то есть группа эвакуации, группа прикрытия, да, Сань? Ну, мы это с тобой знаем. Те, кого нам показали, вообще, по-моему, группа отводника, которые просто... Да, да. Увели за собой. А остальные... Отвечение на негодный объект это называется. Уже давай в открытую говорить. Ну, можно так сказать, да. Хорошо, а давай, если бы ты это делал бы, как это бы выглядело, вот, Александр? Ну. Причем, если бы задача стояла, получается, еще уйти живыми, я так понимаю. Да, у них нет задачи стоять штохидами. На моей памяти, при таких больших терактах, живыми уходили только один раз в Буденновске. Ну, там, как бы... Ну, они вышли из Буденновска только потому, что были переговоры с Черномырдином. Да. То есть, я говорю, ситуация была другая. Так бы их тоже бы не выпустили. То есть, никогда же не выпускали. А так сделать, быстро прийти, сделать, уйти. А ладно, они были, насколько я понимаю, по этому таймингу, который у нас есть в новостях, они были там не пять минут. Пока сорока минут, я считаю. Примерно я там просматривал. Двадцать минут три первая. Информация пошла, что пошло это. Ну, плюс, давайте там, минут восемь до этого всего было, наверное. Девятнадцать там с копейками. Девятнадцать пятьдесят началось. Они свободно работали до половины девятого. Ну, если они там были сорок минут, говорю, то я могу сказать, что это они очень долго там находились. Очень долго. Вообще, на такое здание, если в быстром темпе работать, ну, десять минут должно уходить, не больше. Чтобы взять под контролем. То есть, они шли спокойно, и на видео это видно, они шли, спокойно отстреливали. То есть, меня поражает уровень той уверенности, которая была вот у этих ублюдков, да. То есть, они не мандражировали, они просто шли и работали, понимаешь? Как в компьютерной игре какой-то, да. Вот у меня такое ощущение было, как будто кино смотришь, компьютерную игру какую-то. Ну, знаешь, есть такая компьютерная игра, по-моему, Call of Duty называется. Там вот у них была миссия, ни слова по-русски, где в аэропорту расстреливают людей. И там это делали, как бы тоже, это была постанова, которую делали, соответственно, русские против русских, да. То есть, вот, и внедренный там был какой-то агент, по-моему, ЦРУ или что-то такое. В этой ситуации, которая была, я вообще не могу понять. Уровень подготовки высокий, уровень воплощения достаточно высокий. Но когда видишь вот этих вот неговорящих, мычащих, что-то там вот животных, да, которых там задержали, ну, как бы странно. Ну, хорошо, но цель какая? Вот такая группа заходит. У них по-любому какой-то план был. То есть, они знают, где находятся силовики. Они у них примерно есть... Раз они... Я из чего делаю... Было такое ощущение, что они... Я на плете не навожу, но люди сумели зайти и выйти. Слушай, было такое ощущение, что у них вообще, как бы, им наплевать на все, что снаружи происходит. Вот реально, было такое ощущение. И они настолько спокойно, без мандража все делали, понимаешь? Что они были уверены, как будто, что никто к ним не придет. Да, в целом не дойдет и не распыляет. Нам объясняют это тяжелыми психотропными наркотиками. Ладно, согласен. Может быть, но... А ушли-то как при этом? А где 40 минут? Как ты говоришь, 30, да хотя бы даже 20 минут. Да это очень много времени они там пробыли. И опять же... Ты говоришь, 15 минут база Роскласса. У меня вопрос такой. Кто-нибудь у них видел какие-то средства связи на видео? Рации, гарнитуры. Да, да, да. Кто координировал, кто контролировал все вот это, кто направлял. То есть, когда работает боевая группа, ну, на таком объекте, у них у всех есть четкая координация и связь. И эти просто ходили и лупили, понимаешь? То есть, такое ощущение было, что их даже никто не координирует. Никто не смотрит за выходом, входом. Кто там подъехал, не подъехал. То есть, понимаешь, в чем дело? На таком морозе, на таком морозе и так спокойно работать. Ну, вот вопросы именно... Вопросов больше, чем ответов, понимаешь, чем нет. То есть, там, получается, не одна группа была, и кто-то координировал это все дело. Аллах, ну, для такой работы надо, как минимум, провести тренировку. Вот эти четыре таджика, что говорят? На видеосъемке мы можем увидеть. Они там ночевали в хостеле каком-то, да? Там Мамало, не Мамало, кто-то там с Турции прилетел. Если бы они ходили там и делали доразведку, разведку, их бы срисовали по-любому. Ну, раз, второе. Там же в Москве офигеть, какая система, безопасный город. Умный город называется, друзья, там система. Правильно, правильно. Значит, это же разведку, доразведку кто-то же проводил. Ну, понимаешь? Я говорю не про обедку, я говорю именно про координацию движения во время выполнения... Да это само собой, Саня. Я как бы об этом и не думал. Как сказали про СИИ-24, что закладки, оружие были сделаны уже в здании. Я тебе говорю не про закладку, не про оружие. Я тебе говорю именно про координацию. То есть люди заходят в здание, да? Они двигаются по зданию. Но кто-то же должен быть, грубо говоря, на глазах и смотреть за выходом, за входом. Ну, то есть те, кто координирует их работу. Поэтому всегда, когда работает спецназ, есть еще глаза. Люди там с беспилотником, либо еще как-то. Те, которые мониторят ситуацию. Ты же это прекрасно понимаешь, Алан. Конечно. Чтоб тебе с тыла не зашли. Ну, короче, контроль в любом случае. Типа хотят, нам говорят, вообще конченые сумасшедшие таджики. Что они вообще ничего не знают. Тупо взяли автоматы, купили где-нибудь на Валбаре. Не, ну 40 минут. Они не без мандражаний. Просто 40 минут они подожгли здание. Они расстреливали людей, эти ублюдки. То есть они двигались. Они меняли свое положение. Грубо говоря, они прошли почти все здание. Если там крыша загорелась. Вот такой вопрос тоже. По поджогу крыши. Мы тоже очень. Тебе когда-нибудь добрались до этой крыши? Я не знаю. Тут вопрос в другом, пацаны. Тут вопрос в другом. Как они умудрились так сделать, что крыша сразу полыхнула? Мы же видели все по видосу, какой клуб дыма был. Но там же тоже надо разбираться, в какой зловой точке надо поджечь. Чтобы это все загорелось. Я согласна, ребята. Кто подошел, говорю. Это видео у меня в телеграм-канале. И это профессиональные военные разбирают ситуацию. По поводу крыши. Опять-таки вопрос. Во-первых, почему крыша начала гореть? Если подожгли снизу сиденье, там такой высоты крыша. Как она туда так быстро дошла? И во-вторых, сигнализация. То есть должна была с крыс потолков начать вода литься. Которая потушила бы это все. То есть вот эти сенсоры там стоят обычно пожарной сигнализацией. Они реагируют на дым. Как только дым начал идти, должна была начаться сигнализация. Ну, это брызгалка включаться. Которая и включилась на первом этаже. Но она не включилась в этом зале, где люди сидели. Поэтому я вам говорю. Я, ребята, с этим согласна. Я считаю, что эти таджики, эти пойманы. Это для отвода глаз. Это не те люди. Путин, видимо, знает, кто на самом деле. То есть сейчас это вот так вот все. И это давление идет. Вся эта операция. Это просто угроза Путину. Типа того, что это вызов. То есть Путин. У тебя вот такое может случиться под носом. И ты ничего не сможешь сделать. Тебе ни твое спецназство не поможет. Ничего. Потому что планировали изнутри всю эту ситуацию. Я думаю, что внутри люди были внутри самом этом здании. Которые помогали этим террористам. Вот это мое мнение. Ну и говорят, что они с собой зашли с бензином. Просто те видео, которые там показывают, как они на входе. Я не видел у них никакого бензина с собой за плечах. Я не видел, никто не было никакого бензина. То есть настолько масштабная операция, выполненная четырьмя нелюдями. Без связи, без гарнитур. Хотя ты видел, да, оружие в принципе с хорошими обвесами. Ну и опять же, вопрос по оружию. Знаешь, как у меня возник? Когда слышно было выстрелы, да, там на некоторых видео слышно выстрелы. Такое ощущение, что работает R-15, а не калашников, понимаешь? То есть по звукам. Ты же прекрасно знаешь, как автоматически стреляют калаши и насколько отличается... А R-15 это американский автомат. Да, когда стреляют M4 или R-15. То есть там был совсем другой звук. Ну дальше смотреть все видео не будем. Если вам интересно, ссылка в телеграм-канале. Ну вы поняли, да, смысл. Смысл в том, что очень многое несовпадение, какие-то странности, да. А вот смотрите, еще хотела вам показать по поводу, значит, этой конспиративной конспирологии, да. Лики, вот этот лидер этой группы, пикник. Понятно? Очень странный тип, очень странный тип. Или он не лидер, но он один из, извините, это, наверное, не лидер, но один из таких, один из людей, которые в этой группе участвуют. И написано, что он, он, вот этот человек, а этот вокалист той самой группы Эдмунд Шклярский, да, по-моему, это он и есть. Эдмунд Шклярский, это вот еврей. Смотрите, какие он рисует рисунки. То есть, это его творчество. Так, говорит, извините, но творчество нормального человека не назовешь. Вообще, какая-то странная группа, странный какой-то у них этот солист, странную песню они записали, что кровью утрешься, умоешься утром кровью. И вот это его, его эти самые, творчество его. Что-то, блин, как сатанизмом, вот не то, что пахнет, ребята, не то, что пахнет сатанизмом, а уже воняет сатанизм, открытый, открытый сатанизм. Вот кто за ним, кто вот этот вот стоит за этой группой, да, и вот это что за знак у него вот это вот на шее? Вот это что такое? Я вам говорю, тут все, они делают, когда жертвоприношение, они все вместе, они находят определенное время. А вот, например, представьте, мужика спасло. У мужчины перед концертом сломалось три машины подряд, что спасло ему жизнь. Да у него там сломалось, тут сломалось, а потом, потом он уже не мог ехать, арендовал машину на концерт, но тут ему не повезло. По пути в Москву у него лопнуло колесо. Представляете, своя машина сломалась, он колесо, он взял арендованную машину, и то у него колесо спустило. В общем, у многих, вы знаете, как будто бы вот отводило людей. Вот это тоже вот мнение известного человека, да, Алексея Филантова, он говорит, что в Крупусе, вероятно, действовала еще одна группа. Вот давайте посмотрим. Там, в общем-то, информация прошла, что подожгли бензин, то есть, видимо, заносили бензин в больших количествах. Почему? Потому что я не верю, что, в общем-то, от какой-то зажигательной там гранаты, которую, в общем-то, видел мой товарищ, который был в зале в момент, как раз, когда вошли вооруженные люди, начали стрелять по людям, и загорелось два кресла, что от этих двух кресел могла загореться кровля. Почему? Потому что я не понаслышке знаю от инженерной службы Крупуса, что там стоит самая последняя передовая система пожаротушения. Там прям, ну, вообще вот она такая очень современная. Я просто на этой площадке сам и организовал там концерты, и сам наступал, и знаю, вообще-то, эту инженерию. Поэтому я думаю, чтобы была еще другая группа, которая именно подожгла какое-то большое количество каких-то горючих материалов, потому что, ну, в общем-то, этот огромный пожар, огромный пожар, это, в общем-то, не так просто от спички, от спички, от костерка и от окурка такое не загорится. Вот. Они явно работали очень профессионально. Так, еще на каком-то, ну, на этот весь клип, да. Ну, посмотрите, если что, потом в Телеграме у меня. И тут много таких, как бы, моментов, да, то есть и состыковок, и несостыковок, вот. И как люди, тут свидетельств много людей, которые вот были в зале, да, что они говорят, что двери были закрыты, лестницы, лестницы были закрыты, на это самое, какая-то машина вот тут стояла. То есть те вылезли с этой белой Рено, а там стоит в это же время машина с теней полосой, типа, такой пищи. А вот это с собакой человек идет, потом там в желтой куртке туда-сюда ходит. Еще троих арестовали, да, тоже таджиков. А потом, ребята, вот смотрите, я не специалист, да, я не музыкант, объясните мне. Значит, в пятницу происходит все это событие, с пятницы на субботу, воскресенье, выпускает шаман вот эту песню. Ребята, я не музыкант, да, я не специалист. Скажите мне, это, ну, физически возможно песню вот такого плана написать за один день? Ну, как бы, наверное же музыку надо, да, слова, ролик как-то организовать, спеть. Может, конечно, можно, я не знаю, но некоторые пишут, как бы странно, что за одну ночь вот такого уровня песня уже была готова. Именно со словами, да, что это двадцать, ну, двадцать четыре, да, двадцать два, двадцать четыре. Возможно, талантливые люди могут за ночь написать. Вот, он, конечно, молодец, он деньги все пообещал пострадавшим передать. Но некоторые пишут, что странно, что песня была готова за одну ночь. Опять-таки, я ничего не могу сказать, я не специалист. Я не знаю, можно ли за такое время или нельзя написать песню. Если нельзя, то, вы знаете, это подозрительно. Ну, тут Жириновский наш молодец, конечно, его тут сразу вышли, это видео старое. А, даже не разрешили, представляете, Телеграм не разрешает открыть видео Жириновского. Там он, о-о-о, дают. А в Телеграм веб не может, то есть приложение сможете, но тут Жириновский, короче говоря, говорит, что вы увидите, что мигранты будут нас убивать, что мы запустили их столько, что скоро нам на голову сядут, и нас скоро эти мигранты, они будут считать, что они дома, а мы не дома. И нас скоро мигранты будут убивать. И, представляете, демократия, да, написано, что, к сожалению, это видео не может играть в Телеграм веб. Откройте его в десктоп, то есть Телеграм веб не разрешает открыть это видео. Ну, зайдете ко мне в Телеграм, канал Техаса в России, там оно есть. Но он тут, он очень, он очень эмоционально говорит о том, что мы доиграетесь, что скоро нас мигранты будут всех убивать, потому что мы их запустили столько. Ну, на самом деле, по статистике, ребята, одна третья, одна третья Таджикистана сейчас находится в России. Я не говорю, что это Таджики, я не верю, что это Таджики. Ну, и все равно иметь пол-третью часть целой страны в России тоже как бы ни к чему, я считаю. Вот. Ну, в общем, тут много интересных. А вот уже, смотрите, представляете, люди чудом тоже спаслись. Это самое, билеты. Не такие, ну, эти не спаслись, это спаслись, но они, говорят, хотели пойти в кафешку, а потом, на последнюю минуту передумали идти в кафе, а в кафе как расстреляли, они спаслись из-за этого. Вопрос. Когда пошел дым, разве не должна включаться противопожарка и вода с потолка начать литься? Понятно? Вот. Ну, в общем, тут много таких несостыковок на самом деле. Вот это тоже, смотрите, вот фотография его, да? Вот такая вот странная. Вот это вот странная фотография. Вот это вот, видите, вот такие знаки у них какие-то странные у этого пикника. И вот эта вот поза, это показывает поза весельника. Карта есть такая, таро. Поза весельника, да? В общем, тут много информации на самом деле. То есть, я считаю, что можно сходить здесь посмотреть. Но которые были несостыковки, очень такие, ну, значительные, я вам показала, да? Особенно мне вот это, то, что... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.